Ребята, привет! Мы приехали в село Добовое, в Ситраколонец. Я покажу вам. Здесь места местные. На святыню все приезжают. Вода лечебная, на святые. Вода лечебная, на святыню, на святыню, на святыню, вливается холодной водой с источника. Такой вот мост, древнегреческий. Такие все эти места. Раньше же паломники жили. Это отсюда. На Шриданскую область. С Лычного и... Ну вот отсюда из Тамбова. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова 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 с товарищами, а налево земля и всякие угодья, вотчина чудового монастыря, села Бухового гон. От устья дубового гоноса, за речкой, говельные ясы налево, по кося на вершине, на вершине дуб стоит в частых березах, а на нем грань, от дуба за гранью, прямо на курган. На кургане столб, а на нем грань, от кургана и от столба, за гранью, прямо к речке Калоризной. Запись об одном из первых жителей села Дубовое. За Иваном Астафьевым сыном Камышникова, жеребей всели на Белом озере Мешилова и Дубового под большим лесом. На его жеребей, усады, вдоль 70 сажень, а поперек 20 сажень Дикого поля. На пашню, 50 четверти в поле. Сена между полями и позаполью и на отхожих лугах на реке Становых Ресив, 100 копей. Лесу усадного всем помещикам, на 100 сажень, а пашню ему пахать в селе на Белом озере с помещиками, через десятину из сена косить и всякими угодьями владеть по своей даче. А в лес в Большую въезжать ему с городскими и с уездными людьми. Источник Николая Чудотворца у села Дуба Фоя В Липецкой области насчитывается более 2200 родников, 700 находятся на учете областного природоохранного ведомства, 28 из них – святые источники. Самым знаменитым природным источником в Чеплыгинском районе является Дубовский святой источник Николая Чудотворца, наиболее почитаемый в народе и известный за пределами области. Дубовский колодец, или источник Николая Чудотворца, пожалуй, самый древний на территории Липецкой области, которому за целебной водой приезжают паломники из разных мест России. Вода из источника приятная на вкус и сохраняется свежей годами. Удивительно, но факт. Согласно преданию, появился родник много столетий назад, еще в дохристианские времена. Тогда здесь собиралось население округи и, отмечая языческие праздники, устраивало гуляния веселые пляски. Как гласит народная молва, лет 300 назад на месте родника явилась икона святого Николая Угодника. И стал сей ключ притягательным и исцеляющим для многих и многих людей. В честь этого знаменательного события, ежегодно к находящейся вблизи святого колодца часовны, устраивался крестный ход. Источник во времена советской власти. В мае 1924 года в селе Дубовом Раненбургского уезда, Рязанской губернии, в 25 километрах от села Старое Сеславино, Тамбовской губернии, к местному источнику, известному уже более 300 лет, усилился поток странников. Но особое внимание к источнику было возбуждено рассказом местного пастуха, который в конце мая во время ливня с грозой видел исходящий из колодца дым. К источнику приходило более одного – 0.00 человек в день, а в праздничные дни – до 10 тысяч человек. Паломники шли в основном из Рязанской и Тамбовской губерний. По решению Тамбовского губкома, 20 июля 1924 года, для обследования колодца была направлена губернская комиссия во главе с уполномоченным ГПУ по Козловскому уезду С. и Кондратилом. Комиссия установила, что людей привлекают к источнику рассказа о многочисленных исцелениях, полученных во время купания в нем. Члены комиссии даже встретились с одним из таких исцеленных – военным фельдшером из села Решетовка Богоявлянской волости. Он полгода страдал тяжелейшей болезнью, приковавшей его к пастели. После купания в колодце недуг его оставил. Освидетельствовав колодец, члены комиссии составили акт. Акт осмотра святого колодца, находящегося между селениями Дубовым и Дачным, Раненбургского уезда Рязанской губернии от 20 июля 1924 года. Комиссия утром сего года, выехала из станции Сеславино к месту нахождения колодца, расположенного в 25 верстах от вышеозначенного села, в 4 верстах от Тамбовской губернии. Уже при выезде из Сеславино комиссия обратила внимание на отдельные группы граждан, состоящие преимущественно из женщин и подростков, направляющихся к святому колодцу. Из опросов паломников в пути обнаружилось, что сфера влияния колодца распространилась уже по значительному радиусу, в среднем доходящем до 40 верст, а в отдельных случаях до 60 верст. Расспросом граждан установлено, что их внимание привлекается усиленными слухами об исцелении больных, совершающихся у колодца во время купания, а также видениями на дне колодца и даже в воде, взятые из колодца. Люди видели Христа, Божию Матерь, Николая Угодника. В отдельных случаях видели в воде колодца по грехам своим водающихся коров, кучи червей, змей. Комиссия на дороге получила сведения, что бывший родный фельдшер Иван Нестерович Яковлев, хорошо известный в округе в течение 30-летней работы в местных учебных учреждениях, проживающий ныне в селе Решетовка Богоявленской волости, получил исцеление во время купания в колодце и совершенно выздоровел от недуга, приковавшим его у постели в течение полутора лет. Комиссия сочла необходимым осмотреть и опросить фельдшера Яковлева. Оказалось, что Яковлев душевно больной человек с бредовыми идеями, рекомендует себя главным врачом местного военного округа, получает жалование 23 триллиарда, объяснив нам, что болезнь его произошла от неприятности вследствие невозврата ему долго его соседам в 60 тысяч рублей золотом. Яковлев имеет вид опустившегося человека, басой, в грязной неопрятной одежде, дает объяснение комиссии с военной выправкой стоя. На предпололожение комиссии, что вода родника может иметь минеральные вещества, Яковлев с профессиональным опломбом утверждал, что в воде, которой он купался, несомненно есть железо и мышьяк, а главным образом, слабительное, так как при погружении его в колодец, у него, страдавшим хроническим запором, очистился кишечник. В момент обследования комиссии колодца в означенном лагу расположилось до 10 крестьянских подвод с распоряженными лошадьми и около 400 паломников, в главной массе состоящих из женщин. Бросалось в глаза наличие большого количества разного рода больных и инвалидов, слепых, кромых, страдающих плясковито, сейфилитиков, паралитиков и других. Большинство паломников, около 200 человек, плотным кольцом окружали колодец, остальная масса, разбросанная группами в 20 и 25 человек в разных местах, полу лежала на траве, делилась впечатлениями, рассматривая что-то в горло бутылок, наполненных святой водой, и в кувшинной. Группа обнаженных женщин обливались водой. Над колодцем построена крыша из нового тёса со старым деревянным крестом сверху. За колодцем растут три старые ветлы. За время пребывания комиссии у колодца ни одного случая исцеления не было. На висячей доске от купола крыши имеется рамочный иконостас со старой иконой Николая Чудотворца и Божьей Матери. Вокруг основного колодца попеременно толкаться до 40 человек паломников, из которых 20, накрывшись старыми шерстяными платками, одеялами, наклонились над колодцем и в таком закрытом состоянии ожидают видения на дне его. Всем движением у колодца и распоряжением внутри его ограды, а также сбором яиц, холста и денег от граждан заведуют 3-4 человека во главе с церковным старостой Сева Дубова Яковом Ефремовичем Гусевым. По словам местных крестьян, давно существующий святой колодец был посещаем один раз в год, и у него совершались молебствия с освящением водицы, и молитвами. У источника периодически появляются монашки, организуют церковные песнопения, читают псалтири и другие церковные книги и лекции о чудесах. Жена Диакона принимает живое участие в прославлении колодца. Комиссия считает необходимым рекомендовать скорейшую ликвидацию означенного колодца и паломничество к нему, служащих центром и источником антисоветской агитации выпадов, разлагающих действующих на окрестное малокультурное население. Колодец был засыпан камнями и песком с помощью тяжелой техники, но ключ за вал все равно пробил. За пятна божественный лик, бесстыдствами зла и позора, молитва срывается в крик, пусть свечи горят вам гором. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok